Девушки отдыхают Нам нужно, друзья, вернуться и посмотреть, куда пошел проводник, возникший так спонтанно, буквально сбивший нас с ног. Где? Где он может быть? Так, вход в комнату баронесс сейчас недоступен, а вот посмотреть, не зашел ли он к профессору мы можем. Как и можем сделать глоток хорошего класса, чтобы настроиться на прохождение. Вот так-то лучше. Как я могу помогать вам, зелда? Я бы хотел посмотреть в комнату. О, это... Так, нужно поговорить с профессором. Ух ты! Я обратил внимание на эту точку, и это пуговица, это какая-то улика, мы сразу ее не заметили. Что же это такое? Пуговица, отфорный или костюма. Может быть, а может быть не. Если я услышал, что кто-то с потерянным бутоном в своем жарке, я спросил ему об этом. Но я не смогу получить мою успеху. Если у него был пуговица, он сломал от пуговицы и прыгнул от тренинга. Что-нибудь скажет об этом профессор? Да? Профессор. Ну что же, искали проводника, нашли пуговицу. Тоже хорошо, и... Зеннер сделал какую-то запись в нашем блокноте. О, вот она. В купе я нашел пуговицу. Возможно, что это подсказка, либо ничего не стоящий предмет. В любом случае, он почему-то рисует все улики на странице с Джеймсом. Почему? Может, Мэтт что-то поможет прояснить по поводу пуговицы. Со скрипачом говорить нельзя. Эй, Мэтт. Остик. Тут все тоже. Мы можем взять книгу. Поговорю. Поговорю, пожалуйста, я спросил автографа. Это будет довольно непрофессионально. Но, на другой стороне... Конечно, автограф у любимой писательницы. Почему бы и нет? Отличная мысль. И мы найдем применение и этому предмету, друзья. Я люблю книгу. Он описывает жизнь в маленьком английском городе. Человеки живут, и вы можете видеть, что это based on the author's own experiences. Так. Я люблю книгу. Он описывает... Так. Здорово. Я не думаю, что он не может рассказать. Он пуговицы? Это Джеймс. Может попробовать применить пуговицу на него? Нет. Но это улика. Она остается у нас. И здорово, что мы его нашли. Правда ведь? Так. А это так все уж посмотреть на него. Но... Конечно, хорошо. Дайте я просматриваю еще... Всякие области с этого экрана. Он ушел вот так вот. Смотря на него, как будто бы... Пытаясь увидеть, его эта пуговица или нет. Так. Ну, попросить автографа, это дело интересное и нужное. Поэтому пойдем к нашей любимой писательнице и любезно попросим у нее дать нам автограф. Не мы первые, не мы последние. Надеюсь, она нам не откажет. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует... Показать кому-то... Ну отлично, что у нас теперь есть книга с личным автографом самого автора. Это правда очень хорошо. Да и пуговицу мы нашли, хотя проводник так и не появился. Доктор, ты ничего не знаешь, что пуговица? Ну что же, самое время теперь навидаться к инспектору Леграм. Поезд бодренько бежал по рельсам. Немного постояв здесь, вдохнув побольше свежего воздуха, констабель Сельнер решительно пошел в вагон. Инспектор Леграм, anything to report? Мы можем сообщить о проделанной работе. Начнем с купы археолога. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы получили еще тысячу очков и смотрим уже сцену. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вася Рамки Звучит превосходила Что ли ты делаешь здесь, доктор? Le Grand asked me to check whether there are any passengers left on the train. Really? No one is here, except for me and you. Excellent. Then I will continue searching at the front. Did anyone act suspiciously before the explosion? Did anyone leave their seat, for example? I was the only one on the train who wasn't seated, when the freight car exploded. Thank God! Otherwise, I would have been caught by the blast as well. You certainly were lucky. Perhaps I was. What happened over there? The inspector said something about gas canisters that exploded. Let's tell him the truth. He didn't want to scare you. The truth is, it was a bomb, meant to kill him and the Bobby. My God! An attack! But who would... The investigations are ongoing, but first we have to get the burning train out of the tunnel. Oh, of course. How are the passengers? They are in a state of shock, of course. The blackout and the sudden stop were frightening enough, but then the explosion, the dust, everyone rushed for the exits. I was helping the American woman bring Lady Westmacott to safety. They are waiting outside in the tunnel. One entrance is blocked by a fire, and the other one seems to have collapsed. Continue to search the train. I'll decouple the buried freight car. All right. Doctor, can you give me a few matches? Oh, certainly. Thanks. I'll meet you outside. Do hurry. Do hurry. Do hurry. Let's take a look. Let's take a look. I don't see Legrand or the constable, but I can make out the silhouette of some of the passengers. They seem to be unscathed. All the same, the fire is getting bigger, and I don't have much time. The fire is sucking the oxygen out of the tunnel and filling it with poisonous carbon monoxide. Here in the Alps there have been dozens of catastrophes in tunnels that ended with death by asphyxiation. But not on my watch. Some matches, and half of the book to get the flame going. The chair either fell over thanks to the sudden stop or an escaping passenger knocked it over. Wanting to get off the train as quickly as possible after a sudden stop and a massive tremor. That's understandable. It's not bothering me. I'll leave it there. The chair either fell over. It's not bothering me. I should concentrate on uncoupling the freight car. I'm positive that Legrand has everything else under control. Well, it's okay. You see, he doesn't want to go further. Our constable... ... 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 Важно, я должен был виноват. Где это? Он превратил таблицы. Чтобы победить игру котов и мауса, ты должен знать, кто это кот и кто это маус. Он еще довольно теплый, и слишком слабый, чтобы открыть. Здорово? Ничего. Я не вижу ничего там, слишком много льда и в воздухе. Я уверен, что я смог бы не подкопить машину, если бы я только что получил достаточно свет, чтобы увидеть, что я делаю. Я могу чувствовать холодное металло и структура, и много грязи. Но я не могу больше делать без льда. Я могу чувствовать, но я... Вряд ли мы обойдемся только спичками. Тут не заметен. Может быть, это из-за огня, или, может быть, еще есть стеклян, через которые воздухе приходит. Эта стеклянка будет довольно приятной. и будет купить нам больше времени. Я могу чувствовать, что... Так, это все отсоединить товарный вагон. Обратно наверх. Больше здесь, похоже, нет ничего в этой... кромешной темноте. Только пламя пожара отражается от стен. А можно здесь чекнуть спичкой. Что-то... Зельнер завис, когда я нажал на спички. Мне это очень не нравится. Не работает даже меню. Сейчас я нажал пробел, как бы это не сказалось, что с нас спишутся очки. Друзья, похоже, здесь нельзя чиркать спички, потому что... мы... повисли. Вот это... отвратительно. Так... Давайте... Посмотрю сейчас быстро в диспетчере задач. Работает ли игра. Да, все в порядке. Не написано, что не отвечает. Вот уж странно. Ну, давай, Зельнер, давай. Ну, мы же не сохранялись, чтобы проделывать все это заново. Похоже, придется, друзья. Зависли мы... окончательно здесь. Неудачно попытавшись зажечь спичку. Так, сейчас... перезапустим игру. Посмотрим, может быть, какой-то был ближайший автосейв. Ну, да, автосейв с этого места. Ну, что же, сейчас мы будем действовать быстро. Зато в этот раз мы можем ответить... доктору, что это не была бомба. И увидим, что этот ответ принесет. Надеюсь, не сильно изменит нам... правильность игрового процесса. Далее. Далее. Так. Аминь. Идем. Подписывайтесь на наш канал! Прик. Отлично! Может быть не предусмотрено, что можно взять спички и пойти там их зажечь Так, все, это больше нельзя использовать И здесь, видимо, все Ну давай, ну чего ты не переходишь Это спонтанно возникшая физиономия доктора напугает Давайте скажем, что это были канистры Ну, доктор не глуп Он понимал, что взрыв такой силы не могли вызвать канистры Возьмем в этот раз занавеску сразу Давайте попробуем зажечь спичку, только сначала прочитаем Оказывается, тут можно пользоваться спичками И Зелнер ее выкидывает, когда мы пытаемся посмотреть в окно Они кончаются? Зажженная спичка Так, даже со спичкой он не идет Посмотрим на стул И стул со спичкой он тоже не может осмотреть более детально Хорошо, идем тогда Отсоединять вагон И постараемся больше не зажигать спички так неудачно Но вот такой вот баг присутствует в игре Будете знать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, здесь спичка не горит Поэтому поднимаемся Так, тут оценить размеры разрушения можно Естественно Естественно Дальше 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Даже если бы это возможно Открыть машину Открыть машину Открыть На колеса И увидели еще одну реплику, друзья Это все важно Теперь Нужно сохраниться Чтобы Если Сейчас Сожгем шпичку Опять не зависнуть Да Похоже Похоже Или 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 тига проверь огнетушитель и норы стиль стиль еще или я должен мяч на декор айс и поздно виллы компанией это комплай в сейфте регуляциях это косты в историк с использованием стафа я не стуком бассейн карьер ранд и best а к не задхие с помощью огнетушителя выломать ножку от стула all right let's go так ножка от стула отломано теперь можем делать факел для этого возьмем занавеску и и обвернем вокруг ножки стула теперь можно взять факел полить его алкоголем дат шут дуэт на материю он бьет и шоков и нему алкогол факел пропитанный ромом зажигаем спичку и попробуем чашу с ромом поджечь ил дуба оборот судов на выводы рома ну или факел ну или факел давайте попробуем зажечь факел и скорее всего одной спички не хватит и алкоголь бунчу дадим длину флеймы до сущей дина влает был пробовали бурнал на фью секунды он сал в май лаку влайт а рф татра и сам занялась так открыть блокнот даже появилась новая запись вот как факел горит не слишком ярко и тухнет при малейшем движении мне нужно пламя посильнее вот если бы мы сразу подожгли чашу с ромом то этого бы не появилось так нет подожги ром часа за экспекте до алкоголь бунс в зону мосту забыл флейм а теперь возьмем факел и подожгем его и алкоголом the curtain бунс джаста старки изин на болот но help снова не так что ж такое проверить пламя может быть нужно добавить кого-то другого алкоголя еще этого же нельзя занавеска пропитанная алкоголем нового комментария на нее не поставили можно поджечь ее в инвентаре нефинифа и кучи это все так друзьям что-то ничего не выходит факел пропитанный ромом не мотивил может быть нужно факел пропитать еще чем-то как насчет нет может быть мы что-то не взяли давайте попробуем еще раз поджечь его так сейчас пойдем искать дополнительные вещи может быть где-нибудь наскрести какую-нибудь ржавчины или еще чего-то сможет он сейчас выйти сюда нет даже нету кнопки перехода на следующую локацию точно нужно еще смазать тряпку маслом которое было на сцепке сейчас сделаем что-то я сразу не смекнул но я думал как более хватит но нет удали масло и смазку из механизма теперь у нас смазанная занавеска чистая она уже не будет никогда но ведь это то что нам нужно так идем идем обратно сюда факел пропитанный маслом а не вернули лбомбе это шелка уже пропитан алкоголем но не подписано что одновременно и маслом и алкоголем зеленер обратно а он догадов фая а торч провайденов лайк бурком с каплин а не тахар и зо ахен филы и агро и сын Нужно торопиться Но сначала пробуем сходить в соседнюю комнату Да, перехода на следующую локацию нету, так что идем расцеплять вагоны Теперь сквозняка недостаточно, чтобы задуть горячий факел Проверь рычаг, обратно наверх, проверь сцепной механизм Ага, я могу сцепить его с цепной механизм И снова заставка Субтитры сделал DimaTorzok Добрый работа, вы тоже Слушайте, пожалуйста Матти, где Матти? Где мой сын? Релакс, мадам, я уверен Матти! Матти! Нет! Зельдер бросается за составом Сцепляется за последний вагон Чуть не срывается, но Прикладывает все силы, чтобы Чтобы не быть размазанным на скалу И теряет сознание Матти, где ты? Ну что же, мы в том же поезде, но который теперь мчится без тормозов И это очень опасно У нас есть запись в блокноте Так, эти записи так и остаются Отсоединить локомотив Двигатель сам не остановится, а я не могу добраться в кабину машиниста Нам нужно, да, отсоединить эти вагоны от основного состава Нельзя терять времени Кто знает, может впереди будет еще идти состав Мы не должны с ним столкнуться Поэтому давайте сохраним игру И вернемся к нашему прохождению В следующей части Уже начался экшен, уже интересно Так что приходите!